Более 745 миллионов рублей из бюджета 2021 года будут направлены на строительство детского сада в НИСИ, школы-садов на Эльминоси, общеобразовательные школы в поселке Искатели и двух ясли-садов на Ригенмаре. В собрании депутатов обсудили строительство социальных объектов в 2021 году. Расходы на эти цели предусмотрены в рамках государственных программ по развитию образования и культуры, физической культуры и спорта, реализации государственной молодежной политики и патриотического воспитания населения, социальной поддержки граждан, формированию современной городской среды. 147 миллионов будет направлено на приобретение жилья для сирот, 25 миллионов – на завершение строительства четырех домов на Варнаке. Предусмотрены средства в размере 600 миллионов на приобретение, вернее, для того, чтобы закрыть контракты, которые у нас уже имеют место быть. Будут закрыты эти все контракты, там должно быть практически 829 квартир. И предусмотрены также средства с фонда реформирования ЖКХ на следующий год в размере 390 миллионов. Это новое строительство в том числе. Предусмотрены средства не в большом, конечно, размере на снос аварийного жилья. Большой объем финансирования в бюджете 2021 года предусмотрен на строительство социальных объектов. Например, запланировано строительство школы в поселке Нельминос. Планируется завершить строительство яслей в селе Несь. Предусмотрено строительство двух яслей-садов в городе Наринмаре, а также проектно-сметная документация для строительства детского сада в Харивере. Мы в Харивере уже не один год говорим о том, что необходимо начать строительство, но необходимо ПСД. Поэтому на следующий год предусмотрены суммы на ПСД. Большой объем заложен на строительство школы в искателях. Это практически на 3 года миллиард 900. 25% из них составляют средства федерального бюджета. Также в искателях на следующий год у нас заложены средства на ПСД, на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, а также ДК. Речное заседание также шло о субсидиях на перевозки различными видами транспорта, в том числе и муниципальным транспортом. Хочу отметить, что у нас с 2014 года существует такая поддержка для жителей до 25 лет и старше 50 лет, которая оплачивает стоимость проезда с населенных пунктов до города и обратно в размере 50%. Также предоставляются субсидии этим департаментам для того, чтобы обеспечить осенне-зимний период. Мы живем в условиях Крайнего Севера, это крайне необходимо. По итогам обсуждения комиссия рекомендовала профильным ведомствам предусмотреть бюджетное сигнование на 2022 и 2023 годы, на строительство детского сада в Харивере, взять на особый контроль строительство школы в поселке Искателей.